500, 700, 800, 900, миллион, миллион, 100 миллион, 200 миллион. Да ладно, бесполезно. Считайте, все равно всех этих денег не хватит для того, чтобы купить дешевый китайский телефон. В каждой стране своя валюта, и на некоторых купюрах, несмотря на то, что очень много нулей, за эти купюры ничего не купишь. Причем тут эти деньги. Друзья, обзор Blackview BV500, который я тестировал целую неделю во время путешествия во Вьетнам. Объяснить, почему я взял именно этот телефон? Во-первых, большая батарея. Когда уезжаешь в путешествие, хочется, чтобы ваш телефон не садился никогда. Во-вторых, защита от влаги. Видите, вот тут все разъемчики закрываются. В-третьих, он противоударный, можно его бросать. И в-четвертых, лично у меня, какая у вас ассоциация с Вьетнамом? Вот у меня эта вьетнамская война, как бы не печально, это не звучало, это было давно, но это было. Вот почему-то, когда я слышу Вьетнам, у меня сразу Вьетконг, все такое. Телефон, видите, камуфляжный, поэтому я подумал, что как бы этот телефончик подойдет для путешествия во Вьетнам. Это одна из нескольких доступных расцветок, мне вот этот вот понравился. Комплект поставки. Телефон, OTG кабель, наушники, USB кабель. Хотел бы обратить внимание, что удлиненный microUSB, обычный USB, не подходит. Вот, я перепробовал 4 кабеля, ни один не стал его заряжать, только который идет с ним. Зарядное устройство, выдающее максимальный ток, 2 ампера. Вот в такой вот, как это сказать, в маленькой коробочке находится отверточка. И у меня 8 шурупчиков. Почему я говорю у меня? Потому что у меня инженерные образецы сказали, что здесь есть маленькие неточности. Например, вложили целых 2 защитных пленочки дополнительных, хотя одна на экране была. Инструкция, как правильно делать его влагозащищенным. И быстрый старт на английском языке. Китайского ничего нет. Поставляется вот в такой коробочке, на которой сзади написаны технические характеристики. Тоже неправильные. Написано 13 мегапикселей, задняя камера на самом деле 8 мегапикселей. Остальное вроде совпадает. Но вот смотрите, еще тоже. Как инженеры работали. Они, наверное, думали, что здесь будет иголочка. Поэтому для иголочки даже вот на коробочке, видите, вот эта вот штука сделана. В общем, инженерный образец всегда интересен и не всегда соответствует тому, что будет в финальной версии. Экран 5 дюймов, HD разрешение, IPS матрица. Нормальные углы обзора, достаточная яркость. 2,5D. Ох уж этот 2,5D экран. Из-за того, что углы вот такие вот округлые, пленочка, наклеенная на этот экран, начинает быстро очень задираться. Видите, я всего неделю его поносил, и она вот так вот слазит по краям, видите, не прижимается уже полностью. Не люблю 2,5D экраны именно из-за этого, несмотря на то, что вроде как пользоваться более комфортно. Под экраном сенсорные кнопки с яркой подсветкой и отверстие микрофона вот здесь вот находится. Над экраном камера 2 Мп, всего лишь 2 Мп, разговорный динамик, датчик освещенности и приближения. Но есть маленький нюансик. В моем инженерном образце датчик приближения не работает, поэтому во время звонка он сразу гасит экран, думая, что ухо уже сюда приложили. Справа кнопка включения, слева кнопка регулировки громкости, сверху вот под этими вот заглушками это разъем для подключения гарнитуры. И вот это microUSB с поддержкой OTG, как я сказал, немножко нестандартный, углублен обычный USB кабель, ну и соответственно OTG кабель, не все сюда подойдут. Здесь ничего нет, уже что-то понажимал камеру. Сзади камера 8 Мп, в некоторых источниках может быть написано 13, но это устаревшая информация. Здесь 8 Мп со вспышкой и снизу динамик. Громкий-громкий динамик. Для того, чтобы обеспечить защиту от влаги, сделали стандартное решение. Все закрывается заглушками, а внутри просто проложена резиночка, которая закрывает все основные компоненты. Так сделано практически на всех влагозащищенных телефонах, видите, вот резиночки вот так закрыты. Даже если сюда влага попадает, это микросеточка, то есть в динамик туда не зальется, а здесь, вот здесь вот влага останется, и туда вот внутрь ничего не попадется. Не попадет, понятно, что надо аккуратно его разбирать после того, как вы его утопите или там потестируете. Батарея 5000 мАч, вот такого вот размера, достаточно большая и тяжелая. Две симки, одна полуразмерная, одна микро, и микро-HD карточки. Собственный накопитель 16 гигабайт. Работает в сетях второго, третьего и, конечно же, четвертого поколения. При очень активном использовании, понятно, что во время путешествия я практически его не выключал, батарея не хотела на одни сутки. Кто-то скажет, что это мало, но нет, так как я его использовал, это не мало. При обычном моем использовании двое суток. Стандартные тесты сейчас покажу. Для того, чтобы туда влага, ну, еще меньше возможности попадания чего-то туда было, четыре шурупчика, сверху два, снизу два, закручиваете. И во время падения, даже достаточно сильного падения, крышечка не будет слетать, потому что она хорошо закреплена на этом телефоне. Помните, я какой-то телефон с Олегом тестировал, там крышка просто крепилась сзади, и при малейшем ударе она отлетала. Здесь нет, не отлетит. Каждый человек использует телефон по-своему, и некоторые говорят, что ему телефона с маленькой батареей даже на несколько дней хватает. Поэтому я предлагаю несколько тестов на время работы. Первый тест. 100% яркость, включенный Wi-Fi, 4G, ну или 3G телефон, запущенный Epic Citadel, который на полную грузит телефончик, и получаем результат 6 часов 47 минут. Это примерно почти в два раза больше, чем средний показатель кита-айфонов. И время воспроизведения Full HD видео, без Wi-Fi, ну просто симка вставлена. 13 часов 40 минут, аппаратное декодирование Full HD. Чаще всего защищенные и псевдозащищенные телефоны не обладают мощной начинкой. Они предназначены не для того, чтобы на них играли. Этот телефон не исключение. 4-ядерный MTK6735, частота ядер всего лишь до 1 гигагетса. Видеоускоритель Maliti 720. 2 гигабайта оперативной памяти, результаты Antutu до 20 тысяч баллов. И Epic Citadel в ультравысоком качестве выдает 23 кадра в секунду. Как всегда, демонстрация громкости динамика. Этот динамик реально громкий, мне приходится орать, чтобы его переключать. Да, не очень мощный телефон, но, несмотря на то, что процессор тормозной, он все-таки современный, поэтому телефон работает под управлением почти современной операционной системы Android 5.1. Также поддерживается автоматическое обновление прощевок. Что хорошего могу сказать про этот телефон? Батарея 5000 мАч, может быть, чуть поменьше, но автономность достаточная. Телефон реально влагозащищенный. Раньше вот эта заглушка получше закрывалась, сейчас что-то совсем перестало. Инженерный образец, как мне объяснили производители. Я побывал в сильном-сильном, под сильным-под сильным ливнем во Вьетнаме. Просто достал его, закрыл все заглушечки и начал пользоваться. Да, даже когда по экрану стекают ручейки воды, им можно пользоваться. Ни сюда, ни сюда ничего не попало, поэтому влагозащищенный. Я не могу, и пока я не знаю, точно ли он будет работать под водой, но вот во время дождя я не побоялся им пользоваться. И он, может быть, не ударопрочный, но от ударов он тоже защищен. Вы, может быть, заметите, вот здесь вот такое вот пятнышко, вот здесь вот ударился. Я специально с ним небрежно обращался, да и не только специально, он просто большой такой, не очень удобный. В общем, так получилось, что я не пожалел, что я его один раз уже уронил. Хотя я обычно отношусь к технике очень аккуратно. Я не параноидально защищаю телефон всякими защитными пленочками и чехольчиками, но как минимум с гвоздями в карман не складываю. С этим же телефоном я не так обращался, я обращался с ним так, как подобает обращаться с телефоном вот в таком камуфляже. И, видите, давайте к недостаткам перейду. Не очень хорошая краска. Краска облазит, вот здесь вот видно уже, чем-то царапнул. Вот здесь вот, наверное, это во время падения царапалось. То, что тут вот пленочка у меня, ну вот маленький ударчик пришелся вот сюда, вот может быть видно, может не будет. В общем, краска плохая. Первый недостаток. Второй недостаток. Телефон откровенно большой. Вот когда я его выронил, я его выронил не потому, что я его просто тупо хотел об землю шарахнуть, потому что его было неудобно держать. Телефон с экраном 5,5 дюймов, почти такого же размера, как этот 5 дюймовый. И они легче, большинство из них легче, их держать удобнее. Этот же неудобно держать, особенно сначала с непривычки, а потом, когда берешь другой телефончик, кажется, какой кайф. После вот этого они такие все маленькие, удобненькие, кажется. И главный, на мой взгляд, недостаток, это вот этот вот новомодный просто 2,5 дюймовый, который пихают везде. Может быть, да, может быть, это удобно, но я считаю, что защищенный телефон должен быть защищенный. А главное, что вообще можно повредить, это экран. Чаще всего экран разбивается. Вот можете посмотреть статистику, не задние крышечки лопаются, а именно экраны тачи. А здесь он выпирает. Наоборот, его нужно туда прятать. Это лично мое мнение, как бы, производителю может быть виднее, но на основе опыта использования и на основе жалоб моих зрителей и друзей, которые били на айфонах даже 2,5 дюймовые экраны, я бы предпочел не такой экран. Хотя, это сейчас настолько модно, это просто везде пихает. Просто везде. Вот такие вот три недостаточка, лично от меня. А теперь давайте посмотрим, как снимает камера телефона. Ну, тоже в недостатке занесу, наверное, не стоит ожидать от этой камеры чего-то удивительного. Тест камеры во Вьетнаме. Я так сказал и думаю, интересно, к этому моменту зрители уже написали, а где же краш-тест, где погружение под воду, другие экстремальные тесты. Во-первых, производитель уже показал несколько тестов, все, честно говоря, были в шоке, его там замораживали, еще что-то делали. Ссылки на эти тесты есть в описании. А во-вторых, свои краш-тесты. Для того, чтобы я проверил, я же хочу проверить, прав производитель или нет, я устрою позже. Вот сейчас маленький краш-тестик. Вот так я его шарахну, вот, со всей дури. Это реально было со всей дури, вы могли видеть и слышать. И проверим экранчик. Разобьется так, разобьется, да? Че, не разбился? Еще раз. Ой, крышечка открылась, извините. Я забыл ее закрутить. Ну, пока работает. Значит, ждем еще один видеоролик про то, как я его буду об асфальте фигачить. Смотрим Вьетнам. Олег, Саня, Юля. Это Вьетнам. Город Ханой. И тестирование камеры Blackview BV 5000. А почему я начинаю снимать в непонятной подворотне? Потому что Олег сказал, что мы заблудились. И, возможно, отсюда никогда не выйдем. Поэтому снимаю здесь. Где могу, там и снимаю. Ну, хотя бы канализация, хоть какая-то есть. В отличие от многих стран бывшего Советского Союза, здесь такие памятники не сносят. Здесь все еще его любят и чтят. Да? Ага. И о Советском Союзе хорошо отзываются. Но принести его имени все равно не могут правильно. Конечно. Ле. Нин. История войн. Американская, советская техника. Самолеты, вертолеты, бомбы, ракеты и все остальное. Опять это... Это местные достопримечательности для открутки. Да. Каких хочешь размеров, форм. И все это складывается, превращается просто в плоский лист бумаги. Да, на самом деле необычно. О, смотри, вертолет. Был вертолет, раз, просто бумажка. У тебя явно что-то растет на голове. Там Вьетнам, а тут уже Китай. Наше путешествие закончилось. Продолжение следует... а как этого-то растет на голове. То есть мы помним что-то тяга. Продолжение следует...